Ситуация улучшается, но расслабляться еще рано. Так на сегодняшний день выглядит эпидемиологическая ситуация в стране. Каждый день статистика показывает уменьшение количества новых случаев. Однако по подсчетам специалистов, переболеть коронавирусом могут до полутора миллионов кыргызстанцев. О том, как правительство готовится к возможной второй волне коронавируса в репортаже Бекмуата Санбекулу. Улучшение статистики заболеваемости показывает положительную динамику всю последнюю неделю. Однако называть эпидемиологическую ситуацию стабильной еще рано. По словам Куатека Буронова, до 1 миллиона 400 тысяч кыргызстанцев могут переболеть коронавирусом. По словам экспертов, случаев заболевания среди детей до 9 лет очень мало, исключая их. В расчет ориентировочно взяли 4,2 миллиона человек. По предварительному прогнозу переболеть коронавирусом может менее полутора миллиона человек. По данным открытых источников, у двух трети населения COVID протекает бессимптомно или вообще не болеют. А одна треть инфицированных перенесут болезнь в легкой форме, при которой помощь врачей не потребуется. Учитывая возможные сценарии, правительство готовится ко второй волне заболеваемости. Строятся новые больницы. Уже существующие реконструируются. В целом, планируется обеспечить 1300 новых койко-мест. Ранее мы говорили о девяти объектах в строительстве трёх новых больниц в Бишкеке, Оше и Чалпанаке, а также реконструкции шести объектов в регионах страны. На сегодня мы увеличили количество до 12. Работы идут повсеместно и по графику. В целом, мы планируем получить 1300 новых койко-мест, соответствующих всем требованиям. Ещё 1302 койко-мест имеется в госпитале Семитей. 50 из них в реанимационном блоке. В настоящее время в клинике проходит лечение 20 пациентов. После их выздоровления и выписки центр будет законсервирован для подготовки к осени. Новые объекты после завершения строительных работ должны быть обеспечены медицинским персоналом. Работа по подготовке и переквалификации специалистов на краткосрочных курсах ведётся постоянно. Повторения случаев нехватки кадрового состава впредь быть не должно. Новые больницы будут оснащены всем необходимым оборудованием. Ожидается прибытие аппаратов ИВЛ в виде гуманитарной помощи из-за рубежа. Также отечественные предприятия ТНК «Дастан» и «Кыргазуна Курулуш» выразили желание презентовать свои разработки. «В сентябре мы ожидаем поступления 40 аппаратов ИВЛ по международному проекту. Ещё 10 стационарных и 60 мобильных аппаратов поступят из Китая в ближайшее время. Также завод «Кыргазуна Курулуш» тестирует свои образцы. Также желание производить аппараты ИВЛ выразил ТНК «Дастан». Усилится и состав скорой медицинской помощи. В качестве второго этапа международного проекта 16 сентября в страну прибудут 13 новых машин неотложки. Кроме того, 145 миллионов суммов штрафов, собранных безопасным городом, потратят на приобретение техники. Уже объявлен тендер. Поступление планируется в сентябре. Решается очень важный вопрос оснащения больниц, системами рециркуляции и беззараживания воздуха. В стационарах, особенно в холодное время года, обязательно необходима постоянная вентиляция. По различным проектам в страну будет поставлено 1498 единиц аппаратов рециркуляции воздуха. Они позволят обезопасить процесс лечения. Коронавирус показал важность наличия в стране современных медицинских лабораторий. В настоящее время по линии Исламского банка развития закупается 10 комплектов лабораторий. Предусмотрено также строительство специальных зданий. Еще четыре комплекта будут закуплены на собственные средства. Оборудование поступит в страну в сентябре. Решается вопрос и закупки аппаратов компьютерной томографии и рентгенаппаратов. Проводится ускоренный тендер по процедуре Всемирного банка на закупку семи комплектов оборудования для компьютерной томографии. Они будут распределены по регионам и начнут работать до конца следующего месяца. По рентгенаппаратам ожидается прибытие 12 единиц в качестве гум-помощи из Кореи. Еще 38 единиц будет закуплено на сэкономленные проектные средства. Также по стране в 30 больницах идет установка систем централизованной подачи кислорода. Отметим, данное оборудование используется не только для лечения коронавируса, но и при других заболеваниях. Для недопущения дефицита лекарств в Госмодрезерву выделены дополнительные средства. До 1 октября будет создан стратегический лекарственный фонд. Из препаратов, необходимых для лечения коронавируса, рассчитаны на 15 тысяч больных. Кроме этого, медучреждения будут обеспечены трехмесячным запасом сизов, антисептиков и лекарственных препаратов. Для закупки препаратов для сезонной вакцинации граждан от гриппа выделено 200 миллионов сомов. До конца сентября вакцины прибудут в страну. Заслуга медиков в борьбе с коронавирусом неоценима. Многие из них заразились во время работы. В настоящее время они проходят реабилитацию. 170 человек находятся в курортной зоне из Сыкуля. 130 специалистов уже возвратились после отдыха. В этом месяце на выплату компенсации выделено 424 миллиона сомов. Каждый врач должен получить положенные ему деньги. В случае задержки рассматриваются. Виновные привлекаются к ответственности.